Новая почта слила данные постоянного клиента налоговой. Вот такой вот заголовок. Большое спасибо моему зрителю, который мне написал об этом, и мы с ним об этом пообщались. Пользуясь возможностью, передаю ему пламенный привет. И что же произошло, друзья? Неужели новая почта случилась? То, чего все боялись, они стали передавать данные клиенту, конкретно данные о тех доставках, которые вы делаете, об оплатах налоговой. Возможно такое или нет? Как вы думаете? Давайте, наверное, будем разбираться в статье, которую я прочитал на украинском СМИ. Но прежде чем начать мое повествование, друзья, хотел попросить вас подписаться на мой телеграм-канал. Мой телеграм-канал находится в описании к этому видеоролику. Там много полезной информации в текстовом формате, а также публикуются все мои видеоролики. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить и быть в курсе. Ссылочка в описании. Украинская почтовая служба «Новая почта» попалась на передаче сведений о постоянном клиенте в налоговую. Как передает об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский юрист. Пишет Gizminfo. По его словам, «Новая почта» сдала в налоговую своего клиента, который пересылал посылки партнерам. При этом руководители компании аргументировали свои действия тем, что они обязаны проводить финансовый мониторинг пользователей в соответствии с украинским законодательством. Конечно, друзья, статья такая не очень складная, я бы сказал. Кто такие пользователи «Новой почты»? Может, есть пользователи каких-то персональных компьютеров или еще чего-то. То, скорее, даже клиенты, наверное, «Новой почты». Ну, как говорится, ладно, на копирайтеров, кто писал эту статью, не будем обижаться. Тут идет ссылка на YouTube-канал какого-то юриста. Нет, это не я, честно. Я такое не сообщал, не знаю. Какая-то, в общем, идет такая ситуация, что идет ссылка непонятно на что. Куда, чего, кто-то сообщил, кто-то подтвердил, а по факту именно самого того YouTube-канала нет. Не можем мы его найти, к сожалению, потому что ссылочка, как я заметил, не присутствует. Как оказалось, «Новая почта» собирала информацию о своем клиенте, пользовавшегося услугами сервиса для пересылки товаров, целых 4 года. На протяжении указанного срока он пересылал товаров на общую сумму размером 4 миллиона гривен, после чего компания завершила сбор данных и предоставила их в налоговую службу. По поводу финансового мониторинга. Да, действительно, они мониторят. Я думаю, что все уже знают про вот эти вот 5 тысяч гривен, что если больше, то надо давать документы. Но это никакой связи, поверьте мне, с налоговой не имеет. Кроме того, зачем «Новая почта» 4 года конкретно о нем собирала данные, собрала и передала в налоговую? Тоже какая-то непонятная ситуация. То есть, ни запроса никакого не было, как я понимаю, никакого уголовного дела, ничего не было. Кстати, друзья, видеоролик, когда действительно реально про новую почту, что они там что-то передавали, я уже записывал. Ссылочка на него будет в описании. Тоже перейдите обязательно после просмотра этого видео и посмотрите. Там, поверьте, совсем другая ситуация. Там связано это с уголовным делом, с решением суда, с истребованием документов через судью. А не так, что «Новая почта» что-то там собирает и кому-то передает. Зачем она это вообще делать ей, если это просто даже никто не запрашивает. Ну, нет запроса, они взяли что-то, собрали, накопили и передали. Ну, это похоже на какую-то чушь. В службе проанализировали полученные данные и попытались обвинить человека через суд в неуплате налогов, так как он не значится предпринимателем. В какой службе кто что проанализировал? Ну, я думаю, если так вот перевести это на какой-то более-менее понятный язык, с того, на котором оно написано, тут имеется в виду, наверное, налоговая служба, что они через суд попытались человека обвинить. Такого, друзья, не бывает. Какая вообще процедура? Сейчас вам расскажу. Если выявили, что человек, гражданин, не доплачивает какие-то налоги, ему делают проверку. Его проверяют и, соответственно, если нашли какое-то нарушение, составляется акт. И в акте указывается сумма, которую человек должен заплатить. После чего ему присылается, после того, как он акт ознакомился, налоговое уведомление о решении, в котором указывает та сумма, которую он должен оплатить. Это там налоги какие-то, штрафы. Ну, в общем, там все это описывают. Дается срок определенный, и человек их должен оплатить. Если он не оплачивает, налоговая имеет право в свою очередь уже наложить аресты на имущество этого человека. То есть там какой-то админ арест, это у них называется. Они могут на недвижимое, на движимое имущество, это машина, квартира, земельный участок, наложить в свою очередь арест, и вы не сможете его продать. Все. Точка. А если вот человек попал под такую процедуру, то он имеет право в свою очередь, он уже должен подавать в суд и в суде именно доказывать, что он не виноват, что он не верблюд, что он там что-то не заработал. Ну, может и виноват. Бывают, честно, разные ситуации в этой жизни. Но сама налоговая не подает в суд. В свою очередь суд обязал клиенту новой почты уплатить причитающийся 20% НДС, 22% единый взнос, 1,5% военный сбор, процент налога на прибыль за всю полученную сумму. Однако пользователь подал встречную апелляцию, подчеркивая, что данную сумму не его заработок, ведь является оборотными средствами. Ну вот, честно, это уже дальше какой-то тоже опять идет набор слов. Какие оборотные средства, какие суммы. Ну, видно, что это кто-то, мне кажется, писал, кто не очень разбирается в этом вопросе, связанный с налогом, с налоговой службой и так далее. Просто заказывают тексты у каких-то там копирайтеров, не знаю, на бирже фриланса или еще где, и они пишут такие тексты. Пользователь. Ну, какой пользователь? Гражданин, налогоплательщик, я не знаю, клиент, но не пользователь. Такого понятия, как встречная апелляция, вообще у нас нет. Ну, в общем, идет, честно, такой набор достаточно слов, как по мне, который не имеет ничего общего с действительностью. Тем временем, мнения других людей в комментариях под видео разделились. Одни начали ругать государство, а другие негативно высказываться о новой почте. В общем, как говорится, мнения разделились, как вы уже поняли. Ну, какое мое мнение по этому вопросу? Новая почта, я думаю, и уверен более чем, не сливает сознательно данные, вот ваши, мои, еще там чьи-то, кто и пользуется в налоговую. Потому что им просто нет в этом никакого смысла. И кроме того, нету такой законодательной у нас процедуры, смею всех заверить, что если человек, там, 4 миллиона за сколько-то лет, там, попересылал, попереводил, то они должны написать письмо, следить именно за ним, выслеживать и так далее. Новая почта, это ведь не какой-то правоохранительный орган, чтобы проводить слежку за гражданами и выявлять какие-то там нарушения и преступления. Поэтому я думаю, что эта статья, это просто какой-то очередной вброс. Я не знаю, зачем это делается, может, чтобы просто набрать просмотры на этой статье, либо привлечь какое-то внимание. Думаю, друзья, на этом стоит закончить обсуждение. Новая почта никуда ничего не сливает, и стоит вам не переживать. Если вам нужна моя платная консультация как адвоката, либо мои услуги, связывайтесь со мной по ссылочке в описании к данному видеоролику. А если видео понравилось вам, пальцы вверх ставите на канал, не забывайте подписываться. Благодарю за внимание, друзья. Пока-пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова